здравствуйте дорогие друзья в эфире 40 ювелирный выпуск полнометражного ролика от деревенского дачника сегодня хорошо хочу рассказать вам как можно глухой деревне без водопровода подключить стиральную машину автомат что для этого нужно ну собственно стиральная машина если у вас есть бу или вы будете ее приобретать я приобрел ее в магазине вторичной техники лен ремонта петербурге есть них там такой сервис табушная машинка которая полностью отремонтирована дается гарантия годовая и дальнейшем 30 процентная скидка на ремонт пожизненно что для этого нужно еще для этого нужна простая бочка желательно не менее 65 литров потому что это удобно и по форме и по ее объему далее нам нужно приобрести шланг если он у вас был в комплекте то хорошо вот такую вот соединительную угловую арматуру с запорным краном который в принципе не нужен и погружной насос для чистой воды я доставать его не буду чтобы пузырь воздушный создавать но в данном моем случае это вот такой дренаж насос для чистой воды который приобретен в леруа мерлен стоимость его сейчас не помню в районе двух тысяч рублей может быть меньше но можно воспользоваться и насосом для грязной воды главное чтобы давление которое создает тот насос было не менее 0,5 атмосферы в данном случае он создает 0,6 а для срабатывания автоматического клапана заполнения воды нужно системе давление не менее 0,3 но есть исключение 0,4 там 0,5 но это более дорогие модели для простых данной модели индезита 0,3 атмосферы больше в принципе ничего не нужно просто-напросто для этого нужна розетка на 2 так скажем на два гнезда подводящий провод не менее чем на 3 киловатта машинка в режиме нагрева потребляет где-то два с чем-то ну и в принципе что получается мы просто включаем этот дренажный насос и он у нас создает давление для стиральной машины он может работать длительное время при противодавлении когда клапан данной машины во время стирки закрыт и ничего с ним не случится мы произвели уже несколько стирок все очень и очень хорошо с выключим все это дело так по поводу слива слив организован у меня сейчас вот так форточку боковую и потом потани стенки под пол и и слив шпигат банной в мыльный там где мы моемся все как говорится выглядит достаточно по колхозному ну здесь мы кое-что еще облагородим но главное что данная система работает работает хорошо все стирает в штатном режиме нагревает прокручивает никаких проблем в общем если вам нравится данная система она собирается очень быстро и можно пользоваться значит сразу скажу что расход воды на полноценную стирку где-то в районе с нагревом 90 60 градусов самое большое что она ему смогла высосать это 30 литров воды так что в принципе бочки можно на две стирки расход в общем как то вот так если у кого какой какие то возникнут вопросы можете задавать их комментариях у меня простая деревенская баня водопровода нет вот пришлось организовать таком такую систему стирки нормально все работает так что если будут вопросы задавайте но сейчас принципе всего вам доброго рад приветствовать вас на своем канале доброе здоровье вам всем всего доброго